Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас уникальная информация. Нет, это не информация, это... Возможность. Возможность. Помните, мы проводили тест Benito 46.1 с компанией Sell Me Charter? Так вот, они как спрут. Они свои щупальцы распространили везде, и даже на Карибах, и даже на Мартиниках. Поздравляю! Так вот, друзья, меня часто спрашивают по поводу, почему монохол, почему не катамаран. Ну, потому что у нас монохол, а не катамаран. Но катамаран тоже офигенная, крутая штука. И вот мы сидим, вы видите вот эту надпись. 52. Это значит 5.2 метра лодка. Такая, как оптимист. Правильно же я? Чуть меньше. Чуть даже, чуть меньше. Вот такая, как, наверное, лазер, да? Вот она такая. СБ-20. СБ-20. Нет, это, наверное, даже чуть меньше. 5.20. Короче, лодка маленькая. И сейчас мы ее будем тестировать. Ну что, Ваня, спасибо тебе огромное за такую возможность погонять на прикольной штуке. На тракторе погонять левый фрикцион, правый фрикцион. Вот. И давайте я вам покажу эту, это же не лодка, да? Что это? Катамаран? Пароход. Пароход. Покажу вам пароход внутри. И мы на ней выйдем в море и дадим ей под попу. Погнали? Давай. Под хвост. Под хвост. Под хвост. Это, кстати, лагун 52. Это может не понять. Лагун 52. Погнали. Мы едем рвать из синтуки. И вот они уже поехали. Еще чуть-чуть, и они уже рвут из синтуки. Короче, вы посмотрите на этот размер. На этот... Размер хороший. Вот я здесь буду ходить вот просто. И, кстати, внимание. Опять они? Привет. Незаметно вместе с нами на этом катамаране пойдет Ира и Микки. Я думаю, что этих людей не обязательно представлять. Их и так все знают. Но в конце концов пришло время вам и отдохнуть. И покататься. И покататься. Не все же время газовать там. А здесь две ручки с газом. Короче, посмотрите на размер данного кокпита. Вот мы здесь стоим для габаритов. Вот стоит здесь пять человек в уголке и незаметно. Катамаран хорош. Катамаран хорош. Катамаран большой. Может, ты зайдешь к нам? Давай, покажи, что тут еще есть. А я пошла к вам, потому что мне это солнце надоело. Это неинтересно. Из важного есть богор. Тузик висит на таких огромных хронбалках. И это же у тебя штатный режим. Да. То есть он на океане у тебя так же висит? Да, мы так его ехали. Чуть поплотнее закрепили, чтобы не качался. Ну, чтобы он просто не болтался в него. Но так и ехал, да. Понятно. Специальная лебедочка стоит, чтобы удобно было поднимать. Жалко не электрическая, но зато все остальные. Все остальные зато электрические. Ну, Сузи, кто-то должен почувствовать яхтинг. Немножко, да, да, лишений почувствовать. Ну что, идем внутрь. Итак, теперь пришла моя очередь снимать. Начнем мы, наверное, с... Я даже не знаю, это интерьер или это кокпит. То есть вот вы можете посмотреть, насколько здесь хорошо с местом. То есть тут вот есть огромный стол, на котором помещается большое количество людей. Рядом чела от зона. Вот Дина как раз решила зачилить. Собственно, имею право. Да. А здесь на лодке очень интересная конфигурация. Вань, скажи, пожалуйста, здесь в задние каюты можно попасть через... ...перед? Или здесь только отдельный вход? Две каюты задних. Это одни из самых больших кают, имеют отдельный вход. Конкретно это вот один вход, и второй вход находится вот тут. Можно приоткрыть. Привет! Привет! Здесь, получается, вот эти каюты, они с отдельным входом. Ну, каюты, естественно, мы вам покажем обязательно, насколько они большие, и как здесь, и что. Но сейчас мы продолжим с экстерьера, наверное, я не знаю, это экстерьер. То есть, это часть, которая снаружи, но она внутри, я не знаю, как ее назвать. Вот мы выходим... Давай обойдем по пауле. Да, по пауле. Вот это то, что я хочу. Во-первых, хочу обратить внимание на диаметр вант. Я не знаю, сколько они здесь, 3 сантиметра? Нет, 2. Ну, короче, 1,18. Это принесет штангенциркуль. Давай будем... Точными, точными. А пока вот вы видите, насколько высоко мы находимся даже на первом уровне катамарана. Ваня, скажи, зачем тебе штангенциркуль? 18. Вот для этого... 18. Идем в передний кокпит. Здесь, кстати, за счет того, что катамаран 52-й, вот эти сетки, которые спереди находятся, они обычно в катамаранах занимают все пространство. Здесь же они занимают только часть, потому что здесь есть еще челлаут-зона спереди. Но сетки прикольные, на них же можно прыгать. Да. Не боишься порвать? Написано, что 300 килограмм ограничения и максимум 3 человека на каждый сегмент. То есть на ходу 6 человек тут... Прыгать могут. Прыгать могут, да. Но седьмой обычно выпадает за борт. Ну, седьмого за человека не считают, я так понимаю. Короче, вот здесь получается вот такой большой передний кокпит. Я не знаю, как это называется. Да, я называю это передний кокпит. Тут удобно на ходу. Когда идешь против ветра, когда жарко, тот кокпит закрыт. И там иногда бывает душно. Здесь отлично полежать, почитать. Иногда, конечно, подбрызгивает, если едешь быстро. Не, ну потому что разбивается же волна центральная. Да, да. Клиренс чуть низковат. И если волнение такое, как бы, хорошее, там, от двух метров, то периодически залетает. Прилетает? Это забрызгивает, да. Слушай, Вань, а скажи, пожалуйста, вот есть такая, ну, такая вот, как бы, идея, что у катамарана, когда ты вот идешь на ходу, волны, которые разбиваются, вот этот центральный поплавок, идет такой достаточно сильный удар. Особенно, если ты идешь, там, против ветра. Это так? Это очень часто зависит от скорости. Если едешь быстро, едешь быстрее, там, 7-8 узлов, то, как бы, скорости и планирования хватает, чтобы взлетать над этими волнами. Но иногда, когда подкисает ветер, и вне зависимости от направления, иногда прилетают достаточно сильные удары. Ну, они насколько сильные? То есть, ты, когда у тебя, там, яйца вжимаются, или, в принципе, тебе просто дискомфортно? Ну, когда звенит посуда. А, то есть, когда звенят секретные стаканы. Когда звенят секретные стаканы. Да, иногда прилетают. Окей, окей, но волнуюсь, да? Мы шли сейчас через океан, все время с попутной, примерно, трехметровой волной. Ну, вы же с волной шли, вы же долгой шли. И, тем не менее, если чуть отворачиваешь, там, на бакшток, и когда волна заходит в поплывок, бывает, что прилетает. То есть, бывает, догоняет волна. Ну, так, жестко. Еще надо понимать, что каждый из поплывков образует свою волновую систему, которые в центре собираются. И когда они накладываются на волну, ну, на свелл, там происходит под днищем вообще что-то страшное. Ну, бывает, стучит громко. А скажи, пожалуйста, вот есть же много стереотипов, да? И вот ты, как человек, который на этом катамаране прошел достаточно много. Вот есть один из стереотипов, что нет ничего более стабильного в океане, чем перевернутый катамаран. Вот насколько эта проблема для вот катамаранов мейнстрима, то есть для катамаранов, там, грубо говоря, массового сегмента, она существует? Вот что нужно сделать, чтобы катамаран перевернуть верх ногами? Ты знаешь, это такой вопрос, который часто посещают в плохую погоду. Когда идешь, дует за 30, и ты думаешь, насколько стабилен катамаран. Верх ногами, да? Да, и что сейчас случится? Я скажу тебе так, что если правильно, если вовремя убирать парусность, то этот катамаран конкретно практически невозможно перевернуть. Ну, тяжело, он большой, это все-таки 52-й. В ширина 9 метров, вес под грузом 30 тонн, и до 30 узлов он несет полную парусность. То есть, ну, по рекомендации производителя. Конкретно я после 25 беру первый риф, после 28 уверенных беру второй риф, третий мы пока еще даже не брали, хотя вот у нас там, ну, было там за 30. И, в принципе, катамаран очень стабильно себя ведет. Но скажи, когда рифовать, ты же определяешь только исключительно по приборам? Да. То есть, у него нету такого, как на яхте, там, передозит, там, лег парусами, здесь же этого нету? То есть, это основное отличие катамарана от яхты, что на яхте ты, как бы, определяешь по крену, ну, и по углу положения крана. Ну, и по тому, как она вот ходит туда-сюда. Насколько автопилоту тяжело держать лодку на курсе, да? Да, именно, именно. Видно, что перегружено парусами, пора убирать парусность. Или дестабилизировано. Да, здесь то же самое. Здесь, как только перо выходит, здесь, во-первых, перо два, и лодки рулить гораздо легче. То есть, автопилот не прикладывает больших усилий. Здесь очень маленькая помпа, здесь гидравлическая система всего рулевого управления. Так вот, когда я вижу по датчику положения пера, что перья отклоняются больше, чем на 10 градусов, это говорит о том, что уже слишком много парусов. Ну, на монохолле мы смотрим точно так же, то есть, нет разницы. Это зависит от курса, ты идешь с ветром или идешь против ветра. Ну, этот катамаран, скажем, острее, чем 50 градусов, уже, ну, не то пальто, это не его, как бы, там, углы. Ну, у него же есть еще такое понятие, как дрейф. То есть, ты, когда, ты можешь идти и 35, на самом деле. Да, но плюс 20 градусов дрейфа. Плюс 20 градусов дрейфа. И скорость маленькая, да. Его хорошая скорость, его хороший угол, это 50 градусов, от 50 градусов к вымпельному ветру, он просто показывает... Но 50 вымпельного, это где-то 70 тру, ну, там, чуть меньше, 65, там, да. Да, 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 да. И плюс еще 10 градусов дрейфа минимум. То есть, реально на нем выезжать против ветра сложно. Под мотором. Поэтому здесь два двигателя по 50 сил. И он на максимальных оборотах едет 9,5 узлов. А на максимальных, это на скольких? На 2900 развивают двигатели максимально. Но ты же больше двушки, наверное, и не ходишь. Я обычно вообще хожу на одном моторе. То есть, ну, вот на длинную дистанцию, если у нас... Вот мы подходили к Барбадосу, у нас последний день вообще был ветер меньше 10 узлов попутный. И, ну, из него ничего не выдавишь. Поэтому я просто... Ну, так вес как бы еще, когда мы рано 30 тонн, и же двигать как-то надо. Поставил стаксель, завел один мотор на 1,8. И мы бодро ехали 6 узлов. То есть, ну... Ну, при 1,8 у тебя где-то там 4 литра расход, получается, в час. У меня вообще на весь переход в среднем 3,9 расход по всем двигателям. То есть мы за последние 3 недели, включая переходы между Кабовердой, островами, переходы между здесь, островами, сожгли 150 часов на двух моторах. И расход в среднем составе 3,9. То есть, Volvo Penta D2 50 оказались хорошие экономичные двигатели. И я, в общем, очень доволен. Ну, у тебя же Volvo здесь, это нестандартное решение. То есть, уже это же моторы, которые... Это новые моторы, да, да. Мы меняли на Тенерифы у Марка. И это связано с тем, что старые двигатели Янмары там обнаружили коррозию на стенках цилиндров. И мы решили, делая полный рефит, как бы приводя катамаран к состоянию нового, замените двигатели. А какого года катамаран? Катамаран 2015 года. Он работал один год в чартере. Потом он попал в ураган Ирма, где у него упала мачта. То есть, вы просто сделали рефит ему, восстановили мачту. Да, он никогда не тонул. Это его, как бы, хорошее... То есть, в отличие от всех пострадавших лодок, он никогда не тонул. То есть, у него салон в отличном полностью состоянии. Мачта, оригинальная, родная мачта, просто новая. Мы сделали полный рефит. И сейчас он... Ну, ты увидишь внутри, увидишь снаружи. Он в состоянии нового катамарана. Он пересек океан с Гренады на Тенерифе. На Тенерифе мы делали сервис. И вот сейчас мы с Тенерифе стартанули и пришли обратно на Карибы. Ну, вот это, кстати, тот момент, о котором я хотел рассказать, что мы встретились с ребятами здесь, на Мартинике, и они только-только перешли Атлантический океан. Так что катамаран, да, замкнул кольцо уже по Северной Атлантике. И это доказывает его мореходность. Он был великолепен. Слушай, ну катамаран, да, он винд, он все равно быстрее, чем Монахо. Да, мы даже без Генакера, хотя у нас есть Генакер, но мы его не взяли по ошибке с собой. Даже без Генакера у нас средняя скорость была 6,5 узлов на всем переходе. 6,5 у нас такая же скорость на Атлантику. То есть это хорошая скорость. Такая скорость, если ты не ленишься ставить паруса, там вовремя делать повороты, там следишь за ветром, планируешь маршрут. В общем, это две недели занял наш переход. Это вы шли с Капа Верде? Да, да. Это с Капа Верде? Минделу Сан-Винсенте и Минделу Барбадос 2100 миль заняло ровно 14 дней. Хорошо, покажи, что у вас есть дальше. Здесь в носовом поплавке есть локер. Я так понимаю, здесь капитана за человека не считают, поэтому в этом локере живет капитан. На самом деле это просто локер. Здесь и так находятся 6 кают, поэтому здесь место есть для всех, но здесь есть еще вот этот вот локер в передней части. Давай я слезу, покажи, что там. Там у нас, несмотря на то, что у нас есть watermaker, мы брали с собой 500 литров питьевой воды. Ну, на всякий случай. И вот она как раз тут вся живая. А вот вы, получается, сюда просто загрузили полностью воду, да? Да, это остатки причем воды мы всю дорогу как бы пили. Канистры пустые стоят, они просто здесь хранятся. У нас на борту тонна топлива в двух баках, поэтому я посчитал лишним брать с собой еще дополнительное топливо в канистрах. А скажи, пожалуйста, здесь вот в этом локере же, это же обычно капитанский локер, здесь, если много людей на катамаране, то живет капитан. Если полная загрузка, если 12 гостей в шести каютах, то капитан и хостес живут в этих двух поплавках. А в правом поплавке там тоже отдельная такая же? Да, там симметрично, тоже матрасики, тоже есть там USB, свет, вентиляция, окошко. Капитан должен жить комфортно, даже когда полная загрузка на борту. Ну, это же не комфортно с таким количеством, или нормально. Ты понимаешь, чартерный режим, вообще, как бы, так повелось, что в русскоязычном чартерном сегменте вообще считается нормой, что капитан живет в салоне без места, хотя он, как бы, в отличие от гостей на работе, он должен хорошо отдыхать, хорошо там спать в тишине. Ну, потому что у него уже ответственность. Он часто, как бы, в погоне за тем, чтобы в четырехкаютную лодку поселить, например, восемь гостей, а не шесть, сам спит в салоне. К счастью, на катамаранах почти всегда есть вот такие, как бы, форпики. И на этом катамаране он реально большой, просторный, есть внутри полочки. Нет отдельного туалета, но зато здесь можно, как бы, здесь можно жить. Но можно гадить и в сетку. Это автоюм. Слушай, а покажи, пожалуйста, у вас же здесь, вот в этом, в передней chill-out-зоне, там находится генератор. Да, тут вообще такой, как сказать, engine room. Ого, прямо вот именно форточка. Хэтч, ты же это форточкой назвать нельзя, это же огромная штука. Причем там целый мир. На борту 20-киловаттный генератор. Скажи, пожалуйста, 20-киловатт он реально нужен, или ты считаешь, что избыточный? Мне кажется, избыточный, но надо понимать, что здесь кондиционирование в каждой каюте. Ну, это понятно. Сколько? 8 юнитов. 8 юнитов, плюс 2 юнита охлаждения. Ну, охлаждение, да. С 2 помпы. Плюс watermaker, плюс на 120 ампер зарядное устройство, раздвоенное, поэтому, в принципе, возможно, и 10 хватило бы, но это как бы ставит лагун, то есть лагун для этого размера ставит вот... Ну, это штатное решение. Да, да, штатное решение. Ну, то есть обслуживать его удобно, потому что здесь получается просто полноценный доступ через люк. Абсолютно. Тут можно постелить матрас и... И спать. И жить, да. И ждать, пока включат генератор. Здесь у нас стоит инвертор 2-киловаттный. Сейчас, прожи. Вот, получается, эти виктроны. Ага. Это заряжает только сервис батареи. Это сервисные батареи, потому что здесь 2 группы по 2000 ампер-часов. 2-киловаттный инвертор. Здесь разводка силовых кабелей. Ну, и там фьюзы все, понятно. Электролебедками, якорными лебедками. Это разделитель выхлопа для генератора. Сухой выхлоп, чтобы он не хлюпал в воду. Ага. Да, да, да. У меня, кстати, у меня, кстати, генератор тоже сливает подлодку. И это всегда было... То есть я на это не обращал внимания. Что хлюпает вода все время, да? У меня не хлюпает, у меня сливает под себя. А, то есть ты не слышишь. Нет, я не слышу. Только выхлоп идет, и все. Но есть переключатель. Ты его переключаешь, и у тебя, получается, он сливает, хлюпает, или под себя. И я не знал о существовании этого переключателя. Я смотрю, у меня не хлюпает, а у соседа выливается вода из бока. И я, блин, перебрал всю систему с генератором, чтобы... Думал, где охлаждение. Думал, думал, вода не течет. Хотя это уже был там пятый год, и не важно. Так, с этим, то, что здесь все понятно. То есть контроллеры заряда... Здесь зарядная батарея для генератора, и, да, и контроллеры солнечных панелей. Ага, понятно. Ну что, погнали дальше? Погнали на Flybridge. Так, из таких вот прикольчиков, которые здесь есть, здесь на носу есть такие маленькие сидушечки, на которых очень прикольно наверняка сидеть на ходу. Да, потому что брызги пролетают обычно внутрь. А ты сидишь тут такой, и на скорости примерно 10 узлов посреди океана, и смотришь, как летучие рыбы залетают на сетку. У меня, кстати, друзья рассказывали, они переходили Атлантику, и здесь спали в ночном переходе и простудились, потому что задувало снизу через сетку. И часто подбрызгивает снизу. Хотя, может быть, скорость даже не очень большая в океане. Практически не бывает спокойной воды. Все время... Не, ну там же волна, понятно, даже свелл просто обычный. Поэтому у нас есть передний кокпит для этого. Просто сидеть как-то красиво, с вином. Да, да, да. Ну что, погнали на Flybridge? Погнали. Вот тут у нас базовый сетап панелей, 800 ватт, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Ну, это даже для меня, наверное, недостаточно было. Я планирую весной ставить еще на корме, как бы батарею, где-то еще на киловатт, потому что этого недостаточно. Слушай, ну гибкие же вообще, в принципе, менее эффективные, чем жесткие. Да, да, да. В этом и есть часть проблемы. Потому что, если пасмурный день, то, например, на потребление электроники хватает, но делать... Автопилот? Нет, все хватает. Не хватает, например, на ватермейкер. То есть у нас ватермейкер на 60 литров, он потребляет примерно... А у вас 60, у вас такой же, как у меня. У меня 60, да. Да, да. И нормально на самом деле работает. Потребляет 500 ватт примерно. То есть, в принципе... Ну, это тоже, это все ваши панели, грубо говоря. Когда солнечно, панелей хватает на то, чтобы работал опреснитель и вся электроника, включая автопилот. Но если день пасмурный, то не хватает. А хочется так, чтобы вообще не заводить... Ну, в переходе в океане, когда есть ветер, тебе вообще не нужно... Ну, вот это, чтобы оно бухтело, там булькало, мозги давило, понятно. Ну, я думаю, добавить еще киловатт солнечных панелей и вообще забыть про то, что нужно где-то подключаться к берегу, шор-пауэр, это все... Можете продавать энергию. Так и будем делать. Консервировать. Это самая прикольная часть катамарана, откуда видно все. Вот пост... Мы находимся над водой, чтобы вы понимали, примерно на уровне 7 метров. То есть это третий этаж, грубо говоря. Ну, второй там, с копеечками. Сзади за рулем есть такие вот лежачки. Если кто-то хочет посмотреть, как капитан рулит и педалирует... Мой рост 2 метра. Вы можете понимать, понимать, какой размер здесь. Примерно 3,5 на 2,5. Весь экипаж умещается здесь, в режиме просмотра кино. Мы делаем тут обычно, как бы, в переходе какие-то там кинопоказы. Арт-перформанс, театральные выступления. Тут качают пресс. Там кинозал, спортзал и клуб поинтересу. А посредине стоит пост с штурвалом, с рулем. А он еще и вот так вот переезжает, да? Да, он для удобства переезжает. А покажи, как ты это сделал только что. А тут такая педалька. У него три положения. Центральная. Когда его удобно обходить. Но я обычно использую в крайнем положении, когда... Это для швартовок? Дотягиваешься до ручек, да. А для чего вообще сделана такая штука? Это для удобства швартовки или, например, когда тут солнце. А, просто в тенек уйти? Ну, просто по-разному. Иногда тебе надо стоять с этой стороны смотреть, если заходишь этим бортом. Я обычно стараюсь швартоваться левым бортом всегда. Да, потому что там ручка газа. Да, там ручка. Получается, я отсюда полностью просматриваю передний угол, полностью просматриваю задний угол. Задний поплавок. Здесь есть вот такая штука. Иду. Подожди. Откуда я могу легко... А, ты видишь, отсюда просто... Да, я вижу полностью. Класс. И здесь еще одна такая же штукенция. То есть, ты можешь окошки эти открыть, и просто тебе будет понятно, что происходит сзади на швартовке. Да, да, мне полностью видно. Не надо скакать, выглядывать. Плюс они помогают на якорной стоянке. Туда задувают свежий ветерок. Ты поднимаешь их против ветра, и получаешь немножко больше свежего воздуха. Но самое главное, тот момент, который я все время оттягивал, чтобы показать. Внимание! Вот это выглядит вот так вот. То есть, вы находитесь реально офигенно высоко. То есть, при... Ну вот мы сейчас выйдем в море. В море, в открытый океан. Короче, мы сейчас выйдем просто из Лямарана и поставим там паруса. Но отсюда вид вот реально высоко. То есть, может быть, на камере не совсем понятно, насколько высоко, но тут реально высоко. То есть, вы находитесь как на высоком этаже дома. Ну, на третьем примерно. На третьем. Так, тут получается... Тут у нас с этой стороны три лебедки, каждая из них. Все электрические, да? Да, все электрические. Здесь очень хорошо сделаны рифы раздельные. То есть, передняя ошкаторина и задняя ошкаторина. Это отдельные веревки, чтобы не нужно было протягивать очень большую длину. Из-за того, что парусов много и паруса тяжелые, веревки все 14 миллиметров. Гроттофал из Дайнемы сдвоены с блочком. Ну, мы... Да, 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 да. Я знаю, как это работает. Очень классная система. Мне нравится. Все время дрочу... В смысле, все время думаю себе поставить. С блочком. Обычный эффект сильно крутит веревку и периодически надо... Раскручивать. Залазить, отвязывать, раскручивать веревку. Либо использовать специальный там... У нас Селдоновский такой широкий жесткий блочок, который не дает крутиться. Потому что обычный блочок, когда ставишь, его очень легко крутит и он не работает. Прикольно. Но это такое, это именно чисто практический опыт. Да, да. Ну, на самом деле, если парус не очень тяжелый, то эта система как бы дает больше неудобств. Он реально работает, когда вес этого паруса, конкретно грот, весит почти 130 килограмм. Это его живой вес. А если он еще и нагружен ветром, вы представляете, какие там усилия. Именно поэтому сделано и сдвоено. Но из-за того, что он сдвоенный, получается, гроттофал должен быть три длины мачты. А мачта здесь, только мачта, 22 метра. Ну, понятно, если тебе просто нужно много веревок. Мне надо, да. То есть, замена гроттофала, если он сдай немой, да, 70 метров. Это очень дорого, 600 долларов, наверное, минимум. По 8 евро, да, за метр. Это поменять, только купить в магазине, не говоря о том, чтобы проводить там его. Ну, проводить, что привязал хвостик-хвостику, перетянул. Но, в принципе, это просто большая инвестиция. Некоторые люди для проводки вызывают регентмастера, да. Ну, слушай, когда деньги есть, я бы тоже этим не занимался, но вот настолько. Так, а что здесь? Ну, мачта по диаметру, я вижу, такая, ну, нескромная, вот такая. Мачта большая, мачта полметра, наверное. Над водой, 28 метров клиренс. То есть, ни под какими мостами, скорее всего, ты не проходишь. Нет, нет, даже не пытаюсь. Мачта оригинальная, Sparkraft, это такая, как ставит лагу. Ну, мне тоже здесь пар. У меня, ну, мне недоволен. Нет, здесь пар, это не Sparkraft, это разная компания. Это другая? А, понятно. А, я вижу, это вот она, вот там видно этот логотип. Вот логотип, видно, да. Мы ее специально настраивали. Производитель рекомендует изгиб полтора градуса. И здесь, если вот между верхней частью и нижней частью натянуть нитку, то она будет на полметра отставать от середины мачты. То есть, изгиб мачты полтора градуса, ну, на ее длине. Ага. Ну, на катамаранах же часто вообще гнутые мачты идут. Да, это как бы немножко повышает его опвинт, его способности ходить. То есть, грубо говоря, чем больше изгиб, тем она может больше идти против ветра? Может быть острее, да. Ну, для катамарана это очень важный параметр. Потому что он и так против ветра ни хера не ходит. А тут все-таки хоть даже там несколько градусов острее, все равно это будет серьезно. Да, это дает какое-то преимущество. Ну, парус, я тебе скажу, у тебя тут такой, не маленький. Парус почти по всей длине двойной. То есть, ну, я не говорю про усиление, я говорю про основную площадь. Он сдвоенный. Мы, когда его поднимем, это будет хорошо видно, что он почти по всей площади просто идет двойной слой до крона. Здесь шесть сквозных лад и, в общем, он отлично держит шейп. Я специально хотел с квадратным топом парус. Но он более эффективный. Он на 10 квадратных метров больше. Просто площадь больше. Да, и тяги немножко больше. Так, ну что, теперь пошли, наверное, посмотрим. Каюты. Каюты, да, что же там, собственно, внутри. Сейчас мы посмотрим, что же здесь находится внутри. Ну, вот эта черная дыра здесь на камере видна. Большой такой engine compartment, то есть, вот этот большой бойлер, это горячая вода. Да, гидравлический привод. Автопилота? Нет, помпа автопилота. Вот компьютер автопилота Raymarine и его помпа. Это, как бы, гидроцилиндр, который, ну, осуществляет руление. Здесь также помпа пресной воды. Здесь у нас всякие сториджи для масла, охлаждайки. Сильтров, это удобно. Да, вот с этой стороны тоже. Тут всякие там запчасти. Было свободное место. Мы сделали здесь, как бы, организовали такое хранилось. Мастерскую, мастерскую. Да, автоматические огнетушители, помпа, сепаратор. Это разводка воды холодной и горячей. Ага. В общем, удобно, красиво сделано. Да, подписано все. Достаточно, здесь очень удобно работать. Кто пытался когда-нибудь там что-то делать на двигателе, с двигателем на яхте до 40 футов, знает, что... Это пипец. Что моторный отсек примерно вот такой ширины и вот такой глубины. И с ним ничего там невозможно сделать. Здесь можно нормально слезть, работать с двигателем и так далее. В общем, удобно. Мягкая мачта. Чтобы психи не поубивались. Специально сделано. Что когда идешь уже очень давно в океане, чтобы когда тебе там захотелось постучать головой, да, чтобы на мягкую обивку не травмировал. Потому что члены экипажа это очень важно на лодке. Короче, здесь, это была минутка искрометного юмора. Что у тебя здесь? Приборные панели. Да, здесь у нас управление инвертором, зарядное генератора, основное зарядное. Мы уже отключили береговое питание, поэтому оно не работает. Это такая как бы там общий контроллер напряжения. Видно, что откуда солнечные панели, берег, инвертор, нагрузки инвертора, состояние батарей, нагрузки постоянного тока. Очень хорошая штука. Вообще, я... Виктрон у нас с электроникой, я очень доволен. Ну, слушай, ну это и не дешево, я тебе скажу. Да, это не дешево, но когда лодка и так стоит под миллион евро, знаешь, хочется, чтобы оно как минимум не ломалось. Это уже не влияет на общую стоимость, то есть, понятное дело. Так, это у тебя автопилот и wind-инструмент. Ну, он на самом деле универсальный. Ну, это мультитул просто такой. Да, вот видно, кстати, что температура моря 29 градусов. Мы сейчас поедем купаться. Ах, класс! Так, что у нас здесь дальше? Ну, приборная панель это стандартная, то есть тут... Управление генератором, управление watermaker. А у вас watermaker кто? Теселятор или нет? Нет, это какой-то другой. Это этот... Ecosystems. Ecosystems. А, да-да-да, он такой беленький. Я знаю, такой беленький у них логотип. Да, очень-очень хороший. Я очень доволен. Управление кондиционированием. Ну, и уровни топлива. Такие аналоговые, олдскульные немножко, да? Да, ну, мне нравится. Нет, это понятно. Можно выключить, и они ничего не потребляют. Отключаются. А так они, типа, много потребляют? Ну, не знаю. В океане знаешь любой ватт на счету. Да ладно, настолько. Пошли, покажу дальше. Так, это вход идет в передние каюты. То есть, вот это кают-компания. А, подожди, секунду. Тут самое важное еще забыл показать. Так, здесь есть микроволновая печка и плита, которая не болтается. Естественно, духовой шкаф. Это холодильник или морозилка? Это холодильник. Это холодильник, да. И такой коммерческий холодильник. Ну, и вот этот холодильник, собственно, это такой полноценный. Он 12 или 220? Он 12 вольт. Это специальный яхтный холодильник. Да, да, морской, морской. Еще мы перед океаном прикупили морозилку на 65 литров. Это именно морозильная камера? Да, это глубокая заморозка. Минус 21. Она очень мало, ей надо несколько дней, чтобы проморозить все. Но зато она потом практически ничего не потребляет и отлично работает. То есть мы всю дорогу ели еду, которую заготовили заранее и просто держали в глубокой заморозке. Крутяк. Ну что, пошли, покажи мне передние каюты. Вот это, наверное, самые большие даже здесь? Да, таких кают две. Видно, что кровать 2,10 на метр шестьдесят. То есть реально большая кровать. Какой у тебя рост? У меня рост метр девяносто семь. Ну, то есть у тебя еще сверху даже есть зазоры, нормально. Еще 10 сантиметров сверху зазоры. А я окошко, окошко. Я так обожаю, когда вот здесь вот ты лежишь на кровати, вот так вот ты лежишь на кровати, и у тебя есть окно, в которое ты видишь мир. Да, когда еще спокойная водичка, ты открываешь, и в него задувает. В общем... Или, когда плохая погода, ты забываешь, и заливают. Бывает по-разному. Здесь туалет, полноценный душ, душевая кабина. Ну, туалеты, естественно, электрические. Да, причем они не просто электрические, это D-Matic, они на пресной воде. Все туалеты на пресной воде работают безумно тихо, даже не слышал, что они вот. Вот я сливаю, слышите какой-то звук? Нет. Никакого звука? Офигеть, это классно. Ну, откачка, понятно. То есть, вот слив просто бесшумный. Это потому что помпа где-то далеко находится. Да, да, просто здесь она потребляет воду из общей системы, и... Не, ну, есть всегда свои плюсы и свои минусы. Зато вода не тухнет, не воняет, но у тебя расход... И нету отложений канцера. Да, нет кальцинации, но зато расход воды. На такой лодке, когда 12 гостей, сколько бы ни было воды, все равно работает опреснитель минимум 3 часа в день, поэтому... Ну, это потому что он у тебя 60 литров, если у тебя был бы на 180, он бы тебе работал, там часик потарахтел и все. Возможно, да, но... Ну, штатно оставят такой, да. Разница в цене. На 180 литров стоит 30 тысяч, на 60 литров стоит, я заплатил конкретно 9,5 тысяч. Ну, да, там 12 стоит, ты еще хорошо со скидочкой взял. Я просто покупал на Тенрифе, там это не зона как ДС, поэтому еще минус 15 примерно процентов стоимость. Ну да. Так, что здесь еще? Здесь получается умывальник. Да, шкафчик и такое все. Ну, и так, ну здесь понятно, там всякие... Да, трубы, мусор, там все дела. Туалетная бумага. Пошли, покажу еще. Слушай, еще сейчас здесь я душ посмотрю. А, давай. Так, душевая. Такой квадратный гробик, но зато высокий. А вот эта форточка спереди, это в переднюю каюту. Это аварийный выход в форпик, или если, например, надо в плохую погоду туда попасть. Ну, чтобы не через верх. Не через верх, да, можно попасть отсюда. И форпики watertight, то есть они отделены от общей подпоёльного пространства. То есть если будет... Ну, если их зальет, там удар, то они останутся сами по себе. Да, да, то они затапливаются, но вода не поступает дальше. Вот, это правильно. Живучесть неплохо. И отдельно еще от всего, в самом переднем, вот в самом, где уже поплавок узкий, примерно последние 40 сантиметров, сделана еще одна полностью глухая перегородка. Просто как воздушная пространство. А, понятно, чтобы ты не тонул вперед. Катамаран, как бы, будет, там, совсем уходить под воду, то в нем еще есть на, там, какое-то количество, на несколько тонн запас плавучести именно в отдельных, вообще глухих отсеках. Прикольно. А вот эта сзади каюта, это вторая каюта, передняя, да? Это вторая, это, как бы, центральная каюта, она... Самая не качающаяся, наверное. Да, она не такая большая, она тоже двухместная. Здесь собрано управление ватермейкером в режиме, когда на борту... Давай я расскажу. А, не видно. Ну, как бы, ватермейкер, ватермейкер, понятно. Это тест, это на танке. А тест куда идет? Тест, можно, как обычно, через тест можно либо набирать себе питьевую воду, там, в бутылке, в канистру, а так он в обычном режиме идет под паёлы и, там, в помпу. А, понятно. Ну, то есть, у него есть этот соленитетестер, который, ну, он сам определяет? Или вы должны руками попробовать и потом переключать? Нет, тут нету. Я обычно включаю его на две минуты, он прогоняет... Ну, да, всю пресную воду прогоняет. Да, и потом идет пресная... Я сначала пробовал, но каждый раз одно и то же, да. Я просто включаю на две минуты его прогнать, потом переключаю на танк и селектор, какой танк он наполняет, левый, правый. А, понятно. Вот это вот, как раз, вот эта вторая ручка, это как раз правый танк или левый? А, левый, правый танк. Ага, поняли, наоборот, левый, правый. Ну, мы сейчас против хода движения, поэтому это правый танк. Нет, левый. Левый, точно, да. Левый, левый. О, понятно. Ну, это, как бы, такой важный момент. Да. А здесь есть туалет или нет? Конечно, вот он. То есть, туалет, о, прямо с плиточкой. Охренеть! Класс! Так, душ слив, понятно, идет туда. Вот Тайолу тоже кнопочкой, душ сливается, естественно. Душ сливается автоматически. А куда он сливается? Здесь везде идет сбор в коробочке с автоматической помпой. Знаешь, такую систему? А, ну, типа Билджа. Давай я тебе покажу. Давай. А, тебе нужно поемнуть. Ага. Смотри. Есть коробочка. Угу. Сюда приходит душ и умывальник. А, вот оно течет туда? Набирается коробочка. Вот слышно, помпа периодически включает. А, ну ты такой, типа Билдж, просто она в замкнутом контуре находится. Да, да, сама на себя. А, понятно. Там стоит сеточка, она как бы отфильтровывает волосы. Раз в месяц примерно туда надо залазить, там, убирать мусор. Но зато она работает как бы полностью автоматически. Ничего вообще не надо делать, не надо нажимать. Это неплохая система. Это неплохая система, мне нравится. Просто главное, чтобы она была немножко ниже уровня, чем это, чем душ. Ну да, да, тут видно, что у меня между полом и днищем, ну, больше чем полметра. Да, 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 оно просто туда сливается, отсюда вычерпывает. Понятно, слушай, офигенная система, мне очень нравится. Это, как бы ты понимаешь, Кингстон танка с черной водой. Ну, слив туалета, да? Да, да, да. Каждый туалет имеет свой танк. Ну, это стандартно, это по закону так надо. Даже если бы вы не хотели, других вариантов не бывает. Да, ну, можно снять и поставить туда что-нибудь полезное, воду, например. Так, идем на другую сторону. Там, на самом деле, передняя каюта точно такая же. Не ври, ты все врешь. О, сардина решила поучаствовать. Моя ты прелесть. Ммм. Так, передняя каюта, вот эта передняя фронтальная такая же. А вот задняя здесь отличается, вернее, центральная. То есть тут две вертикальных кровати. То есть это вообще считается для стаффа, капитанские. Ты знаешь, просто из 12 человек, видимо, по задумке конструкторов, не всегда бывают все парами. Поэтому они сделали из двух центральных кают, одна все-таки двухспальная и одна двухъярусная. Каждая из двухъярусных имеет 90 сантиметров ширину. То есть она нормальная, чтобы отдыхать. Да, здесь есть боковое окно. А, ну понятно, за шторкой просто. Да, да, да. Не лота, шторки. И свой, опять же, туалет, заглядывая сюда. Сейчас. Ну, как бы, он, как и в той каюте, совмещен. То есть нет раздела между туалетом и душевой кабиной. Ну, это, по большому счету, не настолько важно. Гуляет пространство, да, но тоже, там, такой же пресный туалет. Тихий-тихий пресный туалет. Просто помпа далеко. Ну, это прикольно. Не-не, помпа прямо тут, помпа, накачки, да, помпа накачки далеко. Вот, я про это и говорю, а слив, понятно, он прямо в унитазе находится. Да. Так, ну что? Пошли посмотрим заднюю каюту. Заднюю, да, конечно. Лезем в заднюю. Смотри, какая дверь. Ну, дверь красивая, гидронистическая. Не, ну, здесь неплохо. Здесь много места. Да, здесь тоже большая двухспальная кровать. Она 2 метра на 2, ой, 1,55 примерно на 2,05. Тоже много полочек, много шкафчиков. Полочки классные, вот эти, которые сбоку. Тут, там, для обуви специальные косые полочки. В общем, мест для хранения действительно много. Кондиционирование, управление кондиционером. Ну, и такой же туалет. Но здесь тоже вот эти окошки, это просто для света, но оно не... Ну, ты через них смотреть не можешь. Или они... Ну, да. Да, да, они просто для света. Ну, здесь вот верхнее, переднее окно. Здесь много естественного, как бы, воздуха. Нет, здесь очень светлая каюта, очень клево. Так, а что у нас здесь? Здесь мы с тобой, смотри. Здесь мы с тобой в телевизоре показывают. Класс. Ну что, мы уже готовы сейчас отходить. Погнали на Флайбридж. Погнали. Погнали. И что там? Что там? Газуем. Погнали. Что-то не ощущается. Смотри, на катамаране, когда мы... У нас маленькая скорость, рулить штурвалом бессмысленно. То есть, скорость до трех узлов рулить особо смысла нет. Поэтому все маневры, да. Удобно? Все, на баток. Если все неудобно. Сними в зал на переднюю. Нет, обязательно не надо. Обратите внимание, мы начали сдвигаться. А я вижу, вижу. Какой здесь отсюда вид клевый, да? Шикарно вообще. И вот эти окошки сверху классные. Вообще, комбо. Видно, паруса видно, все видно. На руках? Да. Все, пойдем. Такой непривычный, сидя, с двумя руками, на рычагах. Давай пройдем чистый угол, и тогда можно дать больше. Как тебе такая штука? Как тебе такая штука? Теперь ты можешь попробовать вот тот самый маневр в разные стороны и увидишь, что он на месте будет разворачиваться. Ну, сейчас мы выйдем еще чуть-чуть, наверное, да? Ну, уже не жопа может уезжать. Давай еще. Что ты делаешь сейчас, Сережа? Я левым газую назад, правым газую вперед. Мы при этом разворачиваемся. Да, при этом мы разворачиваемся и просто едем. Не трогая штурвал вообще. Шикарно. Все, теперь можно дать вперед и уже начинать штурвал. Штурвалировать. На штурвале два оборота в каждую сторону, и он гидравлический. Он реагирует с задержкой, поэтому и обратной связи почти нет. Поэтому смотри за положением пирана. Класс. Ну, да. Смотри, теперь на всех ты смотришь свысока. Вообще конкретно свысока. Что для меня очень непривычно, что абсолютно отсутствует полностью обратная связь. То есть что-то происходит, что происходит непонятно. То есть ты назад-вперед, то есть ты просто понимаешь, как он идет, чего в принципе более чем достаточно. Самое интересное, что если ты отпустишь штурвал, перья будут стоять, их не развернет. То есть не будет усилия обратно. Здесь гидравлическая система, поэтому как ты оставил, так оно и будет стоять. Класс. Зато какой вид. С какой стороной? Клево, высоко, высоко. Высоко шикарно вообще. Чувствуешь себя повинителем. У нас два движка на 1,3 и мы едем дальше. Столько места. Места реально много. На этом флайбридже вообще. Я не могу это больше терпеть. Но-но-но. В плане управления мне очень нравится, потому что высоко находишься. Ты как раз стоишь и смотришь с высоты вниз. У тебя есть четкое понимание, особенно если ты стоишь в габаритах более-менее посредине. Касательно габаритов, у тебя сразу есть четкое понимание, насколько он реально большой. И вот эти вот все блоки, которые спереди там оптимисты. Вон те. Вон те, да-да-да. Как это? Аккурат в аккурат между поплавков. Девочка, давай твое мнение. Как тебе? Нравится. Очень-очень просторно. Я уже готова. Пакую чемоданы. Переезжаю. Я морально готова к новой лодке. Сережа, иди в жопу. Наша встреча была ошибкой. Нет, не так сказать. Сережа, хочу катамаран. Огнерскую версию. Мы выросли. А вот у нас тут версия известные сейлеры сейлят на катамаране. Микки, как ты чувствуешь? Мне кажется, что ты чувствуешь? Просто потому, что высоко. Я чувствую высоко. Никогда не видел... Никогда не нужны. Никогда не нужны. Я чувствую высоко. Больше пива, больше вина. Я ухожу мою дневную кофе. Да. В день. Это мой шрифт. Это мой шрифт, который я просто взялся. Смотри, я его вся мажю. Снимай сверху. Отсюда реально сверху на всякий смотришь. Вообще, вот просто. И потом, сколько тут места, и оно все в тени. Тебе не надо пихать кого-то там. Подсиживать. У нас здесь 12 человек свободно вмешаются. И ты займешь это место. Ира, как тебе? Шикарно. Ну, это дача. Ну, после мини... После мини... После мини-ка все шикарно. Я вас валяю. Ну, это не сравнивание с миником. Это же все-таки лагун 52-й. Слушай, ну это же с нашей лодкой. Не, ну понятно. Это нельзя сравнивать. Это другого... Просто другого размера. А это зависть у тебя щимит? Возможно. Я еще не поняла, что точно это щимит. Что по щимит? Может, невралгия просто защемила позвонки. Я думаю, что мы должны перейти сейчас. Проверьте на карте, пожалуйста. Ты хочешь перейти сейчас? Я думаю, да. Но... Что это у тебя? Чай зеленый? Угу. Все похоже больше на вино. Так что, вы поможете мне поставить паруса? Да. Кто ставит паруса? Давайте. Поднять рифы, поднять якорь, поднять мотор. Булл дизел шит. Ты что там выступаешь? И пошли все ходить по веревкам. Давай. Беспорядок наводится. Беспорядок наводится. Давай, Гату, потопчись по ним как следует. Покажи, как делать. Это катамара. Нарушаем правила. Тут так можно? Нет. Так не делайте. Мне сказали, что я без обуви. Я в обуви. Булл дизел. Булл дизел. Нет, этот. Это плана. Спасибо. Нет, нет. Нет, нет. Мы имеем кнопки. Я отвезаю. Я отвезаю. Булл дизел. Булл дизел. Булл дизел. Булл дизел. Булл дизел. А я вижу, он классный. Видишь, он двойной. Только вот эта центральная часть одинарная, вся задняя шкаторина. Парус, вот если посмотреть, у него задняя шкаторина, она двойная, то есть двойная ткань, это сделано для того, чтобы она была... Ты тут ориентируешься, да? Да, да. Телефончик оставим на всякий случай, звучит как будто ты кому-то другому говоришь. Нет, все, мы уже сейчас туда направо повернули и доу-вин. Ты будешь делать сантелин, поворот. Ты же заходишь на поворот сантелин. Ну, мы сейчас и идем туда. А куда мы идем? Ну, нам туда. А нам туда? На Сант-Люшу. Ты что, серьезно? Да нет, вот так вот мы и идем. Вот. Какая сантелин. Нет, в чем перелетает? Ну, просто сейчас. Ну, он ступится. Я готов. Ну, что же ты был? Давай вейб дурацкий сюда. А? Говорю, давай вейб дурацкий сюда. Ух ты. У нас тут зафиксирована коллекция. Она не автоматическая? Нет, она автоматическая. Мы ее подвязываем, чтобы не стучало. А, понял. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Нет. Все? Получится? Постоялись без мотора? Ну, ветра. Ветра нету. Надо привести чуть-чуть. Ну, сейчас у нас вымпельный ветер, шесть с половиной узлов. А ну, а ну. Он шесть, пять и пять. Ну, это вымпельный, потому что мы чуть-чуть тормозим. Вот пятерочка. Истинная семь с половиной. Ну, тру семь и два, но аппарент, потому что у нас скорость есть. Четыре и два. Ну, вот. Вот как-то так. Он большой и тяжелый. И это чувствуется. Такая инерция у него большая. Ну, тридцать тонн и пятнадцать тонн все-таки в два раза больше вес. И, соответственно, он в два раза более инерционен. То есть, он идет медленнее. Вот все действия нужно делать с таким небольшим запасом. То есть, это не лодка для такой резкой рулежки. Ну, при этом ветре. Ну, скорость-то у него в итоге хорошая. Скорость хорошая. Три. Давай попробуем на 40 градусов привестись. Мы сейчас собираемся делать разворот, чтобы идти обратно. Ветер раздует отсюда. Коверстаг или фордовин? Ну, туда будет фордовин. Ты хочешь фордовин вверх? А ну, а ну. Давай, давай. Покажи, что ты умеешь. Покажи свой фордовин. Покажи мне свой фордовин, детка. Ты вот уже, да, сейчас? Мимо буйков. Мимо всей этой фигни. Фордовин будет лететь сейчас. Очень скоро. Я его держу. Хорошо. Покажи. Т095 Видишь? Да, 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 да. Палкой. Эту траза. И для него вот приравоз به. going to boats. Ну, оно будет. Бобальная траза. höy With you! мы сейчас подходим уже в марину лямаран то есть у нас сейчас будет здесь швартовочка и посмотрим насколько этот катамаран приколен именно вот с точки зрения реверс маневренности низкоскоростной для меня это новый опыт посмотрим как оно с высоты птичьего помета а вот это наш слот слушай там наш тузик при его как бы инерция еще вперед тащит а я понял то есть ты смещаешь точку разворота назад аккуратно там тузик несется когда ты поровняешься ровно в угол диентральной плоскости можно можно дать теперь опять можно дать ему продольной скорости 2 назад вот это крючок не забывай у него почти нет бокового толчка то есть тебя потом будет и у тебя заезжает на лодку левый вперед чуть-чуть останови просто вот эту инерцию теперь правом чуть-чуть назад или да чуть-чуть правом назад а потом двумя назад оппетесь подключая 2 в принципе понятно то есть но вот в этом плане право не разгонять его сильно непонятно меньше скорость меньше разрушений да так кто у нас выходит на берег ну тут теперь надо смотреть за дистанцию нет и отлично заезжаешь на маленькой скорости как раз туда сейчас бывает просто идеально можно дать двумя сразу назад чуть-чуть идет медленно я же это ты знаешь эту лодку мы замедляемся у нас больше дрейф начинается ничего нас же туда наваливает левым чуть-чуть назад правым вот право нос приближается к понтону дай короткий толчок вперед ой да отлично продолжаем ехать назад я вижу не отсюда видно кстати отсюда очень хорошо видно нос приближается да да я вижу вот вообще это просто вот такой стаил Стоишь сверху и четко понимаешь, что происходит. Тушим, тушим. Все, офф. Ну что готов? Класс. Вообще нравится? Очень клево. Все просто. Намного проще, чем нам у нас. Ну, у меня с джойстиком проще значительно. Итак, сейчас, наверное, стоит сказать несколько слов об этом катамаране, просто как экспертная оценка. Естественно, касательно места внутри катамарана, это офигенно. Места действительно много, вы можете находиться там и чувствовать себя достаточно свободно. Единственное, для меня этот любой катамаран все же это больше такая территория, где много людей может собраться. Если вам нужно судно на 2-3 человека, наверное, есть немножко избыточные площади, которые не будут нормально использоваться. Из плюсов дополнительно, конечно, Flybridge, с которого вы находитесь и смотрите вниз, это просто amazing, это офигенно. Но, с другой стороны, эта лодка весит 30 тонн и у нее есть большая инерция. То есть, когда вы там крутите рулем, у вас реакция достаточно замедленная. Естественно, против ветра он ходит, ну, как я уже раньше и говорил, хуже. Но при ветрах, которые под него подходят, он идет очень хорошо. И 52 размер все-таки это такой размер, который не настолько сильно качает. Ну, и цена, за которую вы получаете 52 лагун, это практически, если вы его берете новый на верфи, практически 1 миллион долларов. То есть, за эти деньги вы получаете реально большой дом, в котором удобно, в котором комфортно, который полностью автономный. Бескомпромиссный. Да. Но, тем не менее, если вы хотите именно яхтинга-яхтинга, то есть переходить океаны, ну, наверное, если вы идете в сезон, вы ожидаете сезон и идете четко по ветрам, на таком катамаране вообще офигенно. Но если вы попадаете в какие-то условия, при которых вам нужно что-то делать, именно вот спортивный яхтинг, наверное, на катамаране это будет тяжело. Поэтому, если бы я себе выбирал плавсредство, на котором я хотел бы жить просто, не ходить, а жить в какой-то одной акватории, например, на Карибах, 52 лагун, офигенно, идеальное решение. Если все-таки я хотел бы ходить через океаны, наверное, это все-таки более компромиссное решение. Это не невозможно. Естественно, это возможно. Но это более компромиссно. Что, не очень хорошие показания на скорости при слабом ветре? Нет, катамаран при слабом ветре. Мега эффективный. И при downwind, он идет очень хорошо, конечно. Он даже может идти быстрее монохола. Вот-вот. А? Вот-вот. Но я говорю, если мы говорим о общих, допустим, там ты попадаешь в какую-то плохую погоду, начинаешь идти против ветра, на катамаране все-таки атеистов нет. Ну зато сколько места. Ну места, да. Места много. Очень много. Прямо лакшери жилье. Лухари. Да. Ваня, спасибо тебе огромное за тест этого прекрасного 52-го лагуна. Я рад, что тебе понравилось. Мне вообще понравилось. Морская прогулка. Морская прогулка. По бухтам и каналам. Вот на теплоходе работает бар. Друзья мои, этот катамаран, вы уже знаете, он принадлежит компании Sail Me. Ссылочка будет внизу под видео. И благодаря ребятам у нас появилась такая возможность офигенная, попедалировать на этом тлевом катамаране и провести тест. Этот катамаран доступен на Карибах, на Мартиник до весны 2020 года. Да. А потом? Через океан. Да. И если есть вопросы по поводу чартера этого катамарана, этот катамаран будет сдаваться вместе с капитаном из Костес. И до весны, я так понимаю, что у вас немного времени на какие-то есть свободные даты. Да, у нас есть еще свободные даты в феврале и в марте. Так что кому интересно провести недельку другую до Карибах. То есть мы внизу под видео дадим Телеграм. Телеграм-канал или просто Телеграм-профиль. Почту. Почту. Да. И пишите, узнавайте. Спасибо тебе огромное. Я рад, что. Реально мне понравилось. Встретились. До встречи на Карибах. Это круто. Друзья, подписывайтесь на канал, проверяйте колокольчик и пишите обязательно комменты. Буду рад всем отвечать. И приезжайте на Карибы. И на Карибы приезжайте. Спасибо тебе огромное. Пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова